Телерадиоканал 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 Я тоже участвовала Конечно, к нам приходили Очень многие даже спортсменки Оксана Гришина приходила К нашему стенду Это известная фитнес-спортсменка Которая тоже там выдала на пилоне Оказалось, что очень много людей Занимаются танцами на пилоне Приходили продемонстрировать Мы же посмотрели одно из твоих выступлений Вот до эфира сегодня С Юркой И мне кажется, что люди еще до сих пор СНПро закрылся уже в прошлогодний А очередь до сих пор стоит, мне кажется Пилон стоит Нет, пилон мы увезли с собой, это был наш пилон В этом году, 8 ноября Как все будет обстоять? Тоже привезете пилон? Да, но на этот раз мы взяли себе стенд побольше Так как это был наш первый опыт Мы немножко не рассчитали с высотой пилонов И когда мы увидели масштаб этой выставки Как вы его закрепили там вообще? Есть пилоны, которые переносные То есть в принципе можно как бы И на дачу То есть такая таблеточка в виде сцены И к ней крепится пилон Достаточно только у основания его закрепить И все, вот такой стенд мы ставили В этом году мы хотим больше пилонов Мы хотим сделать мастер-классы Потому что желающих много Мы хотим доказать, что за один час Можно танцевать, научиться на пилоне А ты утверждаешь, что за один час Можно научиться танцевать на пилоне Я кстати посещала когда-то студию Ну тут, не знаю 5-7 занятий у меня было на пилоне И это так тяжело Это сложно, да, действительно Конечно, нужно видимо Либо найти правильного преподавателя Либо с правильным настроем Вот с чего начать? Ну, во-первых, самое главное Что должен Какое ощущение должен подарить преподаватель? Подарить ощущение, что у тебя все получается Некоторые студии Дают слишком большую нагрузку На первом уроке И у людей складывается ощущение Что нет, это не для меня Это слишком сложно Я заниматься этим не буду Мне хочется, чтобы люди Придя на занятия Влюблялись в этот вид спорта И просто оставались ему преданы До конца своих дней Есть примеры? Ты же главный популяризатор Этого вида спорта вообще в нашей стране Да, к сожалению, сейчас у меня Очень мало осталось времени Для преподавательской деятельности Потому что я еще очень много чем занимаюсь Но я провожу вдохновляющие мастер-классы Каждый понедельник Они называются «Понедельник с вардой» Ко мне приходят люди, которые Никогда не занимались танцами на пилоне И после этого занятия Они обычно приобретают клубную карту И остаются в нашей школе Слушай, я первый раз такое определение услышал Только от тебя сегодня Вдохновляющие мастер-классы То есть не просто мастер-классы Которые вдохновляют еще плюс ко всему Слушай, ну вот Влада Как бы нам вдохновить тоже, Варда? Нужно его жену отправить Вы женаты? Да, да, да Она будет цепочки потом Нет, сейчас очень хорошее Я просто специализируюсь по вдохновлению женщин Которые вдохновляют своих мужчин Я думаю, что меня бы сложно было туда А кстати Да тебя не пустят туда Женский клуб Варда Он закрыт для мужчин А вообще были попытки у сильного пола Как-то вот Ворваться Ворваться в эту сферу деятельности? Особенно в первый год нашего существования Очень много в кавказских мужчин Приходили к нам потратить деньги Мы им обещали, что сделать это невозможно Никакие деньги сюда вход воспрещен Ну, потому что первые впечатления Там какие-то огни горят Женщины танцуют на пилоне Ну, гламурчик Немножечко гламурчик, да? Ну, на самом деле У нас действительно Мужчинам вход воспрещен Все очень строго в этом отношении Потому что к нам приходят и женщины В закрытых одеждах Которые, в принципе, даже нельзя показывать свое лицо Но в нашем клубе Они могут раскрепоститься В окружении подруг Делать то, что им хочется Вести твою жизнь Очень, очень мне интересно Что делают девчонки Втайне от своих мужчин Мы об этом поговорим, тем более, что мне это интересно тоже Ты, Варда, заговорила сейчас про пригласительные билеты Или сертификаты, как они правильно называются Да, я принесла подарки Мы же хотим их разыграть сегодня Вот в течение этого часа Смотрите, три сертификата Я знаю, что у нас еще и показывают Не только слышат Конечно Три сертификата на занятия в наш клуб Они для двоих То есть каждый сертификат на двоих Две подружки, да? Можно взять подружку, можно взять маму Можно взять сестру, коллегу, кого угодно Класс И прийти к нам кайфануть, покрутиться на пилоне Давайте задание мы... Давайте успеваем, давайте дадим задание У нас есть вопрос Нет, но сначала у нас есть эксклюзивчик Мы узнали от Варды И мы тебя хотим с этим событием поздравить В эфире Страна ФМ Ты стала женой И вышла замуж Сейчас можно аплодисменты пустить Об этом еще никто не знает Пошли аплодисменты Мы первая И в связи с этим мы хотим спросить у вас В каком месяце Варда вышла замуж И какого числа? Максимально близко Я думаю, что совсем число не угадает Ну да, поскольку что сложно угадать Если, допустим, это пятое число на самом деле Ну вот кто будет там Шестое, седьмое, десятое Да, принимаем Кто ближе будет к правильному ответу У нас три победителя Максимально близких И правильные ответы Ну и неправильные тоже желательно Правильные все-таки Присылайте Плюс семь девятьсот девять Девятьсот двадцать восемь И один восемьдесят девять и девять Это либо смс, либо... Ватсап, либо вайбер Ватсап или вайбер Как угодно присылайте И обязательно в конце этого часа Мы подведем итоги И три победителя у нас будет Трое получит сертификат на двоих Вот Да, и пойдет вдохновляться Вместе со своей подругой Чтобы потом вдохновлять Своего мужа 10-15 точная московская Для тех, кто только что К нам присоединился Напоминаем, что это утро Мы встречаем вместе С Вардой Мартиросян Танцовщица Основательница женского клуба Чемпионка мира По пол-дэнсу Доброе утро еще раз тебе Доброе утро Давай мы сразу напомним Что ты же сегодня пришла Не с пустыми руками Во-первых, с эксклюзивом Да, он уже Важная очень информация Прозвучала в эфире Страна ФМ Не буду напоминать Потому что я думаю Что все все услышали Вопрос у нас касается Твоего замужества Когда этот день Случился в твоей жизни Так, мы уже можем говорить Да, да, давай У нас есть уже варианты ответов Я грозилась сделать это 1 апреля Нет, мы не можем говорить Правильный ответ пока Нет Нет, нет, нет Мы вопрос задаем Мы хотим, чтобы ты еще раз Просто напомнила вопрос Значит, вопрос состоит в том Чтобы узнать В каком месяце И какого числа Я вышла замуж Максимально близкий ответ Будет засчитан Как правильный Да, месяц Точный А вот дату Максимально близкую Но то, что я грозилась Не совсем Ну, кстати, вот ты Сказал уже Пришел, да, ответ 1 апреля Видимо, человек Копнул историю В интернете Для девушки Для девушки Для девушки, которой Больше 30 Самый часто задаваемый вопрос В инстаграме Это когда вы выйдете замуж Вот После того, как ты выходишь замуж Тебе задают вопрос Когда вы уже родите Вот Но этот вопрос Очень многих тревожит Поэтому иногда я отвечала Что 1 апреля Отшучивалась Да, кстати Мы когда готовились к интервью Обратили внимание Что в каждом интервью Тему твоего замужества Поднимается Ну как это так Такая красивая девушка Делает сотни других девушек Сексуальными Раскрепощенными Мы заговорили с тобой О твоих вдохновляющих Мастер-классах Которые ты проводишь Для женщин Расскажи Что значит Дохновиться Вместе с Вардой Ну Мне хочется На этих мастер-классах Показать Девушкам Какими Они могут быть В танце Свободными Красивыми Сексуальными Уверенными А как это выглядит У тебя в зале Там 10 пилончиков У нас 6 пилонов Один пилон для меня 7 То есть количество Не больше Одного человека на пилон Каждому по кавалеру Железному Вот И на этих мастер-классах Мы и танцуем И очень много говорим Потому что прежде всего Важно осознать Что ты делаешь Почему ты делаешь Что считается красивым Что считается некрасивым Я рассказываю О критериях Красивого танца Что в танце Очень важна музыкальность В танце Очень важна бесшумность Танцовщица Должна двигаться Очень тихо Порхать как бабочка Очень многие сейчас Танцуют на пилоне Так словно разгружают вагоны То есть это выглядит Очень тяжело Я за то Чтобы этот танец Был легким Красивым И женственным Только тогда он восхищает Ну вот скажи пожалуйста В этом танце На твой взгляд Профессиональный Сколько психологии А сколько физики Или вот 50 на 50 Получается Ну как бы одно Не дает раскрыться другому Чтобы танец Выглядел полноценно Я думаю Что все же Психологии в нем больше И чувственности И чувственности Ну просто У нас любое движение Приходит через осознание Сначала ты должен понять Если ты делаешь Механическое движение Это просто физкультура Если ты хочешь Чтобы это был танец Ты должен эмоционально Туда что-то вложить Скажи пожалуйста А стриптиз Это не полдэнс Вы знаете Я обычно все время говорю Что стриптиз Это танцы вокруг пилона А полдэнс Это танцы на пилоне То есть для того Чтобы станцевать стриптиз Большого ума не нужно Достаточно выпить Рюмку текилы И снять с себя футболку Ну не скажи так Ну конечно Вот А если говорить о пилоне То это Театральные действия Это акробатические Акробатическая составляющая Это хореография Это музыкальность Это актюмы А костюмы какие красивые Костюмы тоже Ты же сама делаешь Все эти купальники Кстати У меня есть Своя Скажем так Теория победы На конкурсах Так как я участвовала В огромном количестве конкурсов И не заняла ни одного Второго места Все конкурсы В которых я участвовала И я занимала первые места Могу сказать Что вот костюм Тоже очень важная составляющая Которую не все Уделяют внимание Когда вы участвуете В конкурсах Очень важно понимать По каким критериям Вас оценивают И стремиться В каждом из этих критериев Получить максимальную оценку То есть если Есть категория У судей Костюм Значит вы должны сделать так Чтобы ваш костюм был на пятерку Потому что очень часто Ты смотришь Ну я часто сижу В жюри Как бы да На чемпионатах И вижу что девушка Хорошо танцует Сильный номер Очень технично Но как бы не заморочилась Костюмом Как бы не уделила этому Время И я не могу уже Поставить ей Высокую оценку А если я ей Занижаю оценку В костюме Соответственно У нее уже провал По оценкам В общем Нужно стремиться Во всех сферах А посмотри Вот обратная история Которую ты рассказала Только что Наоборот Если допустим Участница Ну в данном случае Соревнований каких Международных Больших Да серьезных Если она танцует Ну хорошо Крепко Но не супер Ну не чемпионка Но выглядит потрясающе Костюм у нее Просто огонь Он слишком откровенен И он притягивает Внимание на себя И уже жюри Не особо обращает внимание Нет 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 Почему У жюри Есть четкие критерии Хореография Музыкальность И так далее Девушка просто Не доберет в других Категориях А какая у вас Кала оценок Ну в разных чемпионатах Разные То есть ну в принципе Где-то 5 баллов 10 баллов И по каждому из критерий А их может быть 3, 4, 5 Скажи А на каком месте Сегодня наши Вот российские танцовщицы В мире Ну они одни из самых сильных Одни из самых сильных А в жюри есть мужчины? Ну есть мужские чемпионаты По полдэнсу Нет нет Вот если женские чемпионаты Но в жюри мужчин есть Ну тогда у них один критерий Мне кажется Подожди Подожди Со своими критериями Вы знаете когда Первый чемпионат Вот как Я победила в первом В самом первом чемпионате России Который официально проводился В Санкт-Петербурге В 2008 году И тогда не было Специалистов полдэнса И в жюри сидели Тренеры по художественной гимнастике Тренеры по фитнесу То есть достаточно быть Человеком Близкому к искусству Или спорту Чтобы понимать Красиво это или нет Ну как бы Это правда что Проводятся чемпионаты Я просто все Я не могу ни о чем другом говорить Чемпионаты мира По мужскому полдэнсу? Конечно Мужчины танцуют на шесте Получается Не вокруг шеста На шесте На шесте Да Ну ты понимаешь Не в стрингах Штанах Не в стрингах Твоя жизнь до этого момента Не имела никакого смысла Вообще Она просто сейчас разделилась На дом и на после Ты подумай сейчас Мы ненадолго Прервемся друзья Три-четыре минуточки И мы продолжим Доброе утро Первый И единственный в России Самый яркий Самый музыкальный Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Ну у нас сегодня Ну очень горячее утро Очень зажигательно Начался Понедельник В гостях Страна ФМ Варда Мортиросян Танцовщица Основательница Женского клуба Куда вход мальчикам запрещен Чемпионка мира По полдэнс Преподаватель Певица Дизайнер Бизнес-леди В общем Что-то я забыла здесь еще Что-то еще можно добавить Ничего не забыла Я в следующий раз Приду к вам с пилоном Чтобы было еще погорячее Вот Вот Влад Я вот уже Я на самом деле Рассыпаюсь в комплиментах Я так мысленный Потому что я слежу за ответами Которых много И пока еще Ну вот максимально Чтобы совсем кто-то К этой дате Подошел Еще не приблизились Близко пока нет Я хочу напомнить Что мы разыгрываем Три сертификата В женский клуб Варды Каждый сертификат На два лица Для того чтобы получить Этот приз Вам нужно правильно Ответить на вопрос Который Варда загадала Напомни пожалуйста Я просила угадать Месяц И дату Моего бракосочетания Да Месяц нам нужен Обязательно верный А вот дату Мы выберем максимально Близкую Близкую да Слушай давайте я вам Подсказочку сделаю Потому что пишут 12 февраля Мы можем сказать Что это позже Да Ну примерно Месяца на полтора Где-то так Ну так примерно И естественно Это раньше чем Нет я могу дать Хорошую подсказку Мощную такую Мощневскую Ну давай Варда В этом месяце У меня еще день рождения Ну все Бегите гуглить Кто вдруг забыл Когда у Варда День рождения Подожди А ты Слушайте Я только что Чуть на всю страну Саму не подсказала Так Вернемся К главному Мы же обсуждаем Как может Изменить жизнь Женщины Полдэнс И твое мастерство К тебе приходят Девочки зажатые А хоть Сексуальные Вдохновленные Ты тоже в одном Из интервью сказал Что даже борщ Надо готовить Сексуально У Влада был просто вопрос Влад просто Все утро нервничал А если ты дома одна Как-то будешь готовить Я хотел спросить Да Ну как это происходит Вообще И зачем ты это делаешь Если рядом никого нет Скажи Дело в том Что после занятий Танцами Женщина все делает Иначе Нет Она просто делает Все иначе Она иначе Зашнуровывает Ботинки Как это Сексуально Зашнуровывает Ну у нее такой Прогиб изящный Появляется То есть Осанка Она очень красиво С себя снимает Футболку Ну то есть Она все делает Не останавливайся Продолжай Это слова Кутузова Она очень эффектно Выглядит в метро Когда держится За поручни То есть Это проявляется В мелочах Это в мелочах И в принципе Самый главный секрет В том Что ты Меняешься в ощущении Изнутри И это становится Заметно Твои девчонки Пилоны дома Ставят? Ставят Есть пилоны Переносные Для этого Не нужно его ставить То есть Если к вам свекровь приезжает Чтобы ее не нервировать Лучше его убрать Под кровать Из гасины Да Можно попытаться Загнать свекровь туда Можно и так Ну как вариант Насколько прогрессивная У вас свекровь Как массажный стол Вот да У меня например Дом Он выходит иногда Иногда прячется Ну то есть По сути это тренажер Это тренажер Ну просто очень необычный То есть если раньше Велотренажеры пылились То если у вас будет пилон Он точно не запылится Угу Я вспоминаю Своё первое занятие На пилоне В Варда У меня было столько синяков Это нормально Или нет Я же знаешь Это зависит Это зависит от кожи Это первое Второе От того Насколько правильно Объясняет тебе преподаватель То есть иногда Человек Который только Учится Он может делать Что-то неправильное Или прикладывать Чуть больше усилий Чем нужно Поэтому чтобы этого Не случилось Преподаватель должен Хорошо вас подготовить И рассказать Как сделать так Чтобы уберечь ваши ножки Скажи пожалуйста А похудеть Вот занимаясь Пилоном Возможно На пилоне Конечно Можно Но главное После этого Не кушать булочки Потому что Очень многие думают Что если ты Занимаешься спортом То тебе можно Очень много кушать В любом случае Следить за своим питанием Важно Но если говорить О пилоне И сравнивать его С тренажерным залом То очень многие Наши клиенты Говорят Что потеют так Как никогда И не под одной штангой Хоть выжимай Да И как бы Плюс в чем Вы худеете Вы становитесь Более грациозной Вы становитесь Более уверенной в себе И И бинго Вы ходите замуж Да Есть ли уже Случаи Когда твои ученицы Вот начав Заниматься Крутиться Есть случаи Есть случаи Когда вышли замуж Есть случаи Когда докрутились До второго ребенка Есть много разных случаев Вот И Только положительные отзывы И хорошая динамика Скажи пожалуйста Вот ты недавно Вышла замуж Да Мы уже об этом заявили В начале эфира Это эксклюзив страны Между прочим Еще об этом Никому Варды не рассказывал Кстати друзья Какого числа это произошло Событий в каком месяце Присылайте прямо сейчас Ваши варианты Плюс 7 909 928 1 89 и 9 Есть уже прям Вот максимально приближенный ответ Вот в 3 дня разница Чудесно С официальной датой Ну да Ничего себе Я напомню Что у нас 3 сертификата В клуб Варды На 2 лица Можно прям С подружку пригласить И пойти Как оно Быть замужем Я имею ввиду Как вот с борщом Который ты за 40 минут варишь Мы где-то прочитали Сырники Которые ты за 5 минут делаешь Все это у тебя Вот в красивом твоем Купальнике происходит Как это Перед мужем Крутишься ли дома Прекрасно все это происходит Муж очень доволен Самое главное Если вы занимаетесь танцами Если вы даже Пересолили борщ Но подали его Очень эффектно Наскрыли на стол То он ничего не заметит Слушай гениально То есть готовить можно Не уметь Занимаясь полдэнсом На самом деле я шучу Что у меня впереди Карьера наверное Фудблогера Потому что с моими танцами По количеству сохранений Сравниться могут Только мои сырники И запеканка Оказалось что Тема готовки Очень многих интересует Поэтому девочки Развивайтесь Не однобоко Учитесь готовить И танцевать Вот мне кажется Два самых главных умения Для женщины Что скажет мужчина Красиво танцевать И вкусно готовить Я кажется достаточно Вот сегодня тот редкий случай Когда вообще Я немножко потерялся сейчас Я просто не всегда Успеваю за вами Тот редкий случай Когда я хочу вернуться К соревнованиям Мне интересно стало вот что Это не то что я хотел спросить Смотри Ну вот мы же знаем Там фигурное катание допустим Там есть обязательно элементы Которые судьи учитывают Тулупы всякие И так далее И прочее Есть в вашем Давай вид спорта назовем его Какой-то маст хэв Есть То что обязаны вы сделать Девочкой обязаны сделать Есть мировая таблица Элементов Каждый из этих элементов Имеет свое имя Более того Я горжусь Что очень многие Из этих элементов Называются моим именем Или были придуманы мной А сейчас Например Есть висварда Как как Висварда Что это такое Это такой красивый элемент Так трудно его объяснить Только нужно показать Могу вам сказать Что так как я была Первой чемпионкой И серию мастер-классов Первых в России Провела я Очень многие В подвальных студиях Тогда все это проходило Такой андеграунд был Мы еще прятались Вот И в очень многих студиях Девчонки записывали Все это в тетрадь И если бы я знала Что потом все это Будет вноситься В мировую таблицу Я бы все назвала Своим именем Каждый элемент Каждый элемент Да На самом деле Очень много элементов Которые придумала я Но там какие-то Имеют мои названия Какие-то там уже придуманные Вот Но сейчас спортсменки Которые претендуют На какое-то новшество Новый элемент Они могут его Презентовать Показать Доказать Что он уникален И тоже назвать Его своим именем Вот есть очень красивый элемент Елизавета Марченко придумала Называется Радуга Марченко Очень красивый элемент Да Слушай А вот вы же крутитесь Там с бешеной скоростью На вот этих вот пилонах Скажи пожалуйста Как это Как это делать Вот сама технология Всегда смотрю И почему долго так Весь этот процесс Не останавливается Почему кожа не слезает Еще спросите Да Очень многих вопрос Это интересует На самом деле У пилона есть хитрость Как и автомобиль Он имеет две опции Автомат и механика То есть пилон бывает Динамичный Вращающийся Там есть шарниры Есть своя специфика И техника Иногда можно раскрутиться Так что не остановиться Тут как в Египте С верблюдом Да 20 долларов Чтобы на него залезть И 50 долларов Чтобы слезть То есть я на занятиях Тоже ученицам говорю Я вас научу крутиться А как остановиться Не скажу Это значит Когда сам На следующем занятии Когда сам шест Вращается Да Шест вращается И ты используя Эту силу В общем делаешь Красивые элементы Есть техники Отдаляясь от него Ты уменьшаешь скорость Приближаясь к нему Ты увеличиваешь скорость И используя эти знания Ты можешь управлять процессом Как автомобилем У тебя бывало такое Когда ты психанула Что-то у меня настроение Так, все, срочно на шест Покрутить Знаешь, как с велосипедом Или с чем-нибудь Ой, нет У меня была другая забавная история Когда я начинала только танцевать Тогда еще не было пилонов на автомате Они были все статичные И помню, что меня пригласили в столицу И это были мои первые выездные гастроли И оказалось, что там уже техника дошла до того Что пилон вращался Но я об этом узнала только в момент Когда я сделала первый элемент И так получилось, что я кручусь У меня уже проиграло полпесни Я понимаю, что уже скоро должен закончиться номер А я не могу остановиться Я вот так в поперечном шпагате вращаюсь И не знаю, что с этим сделать И вот здесь возникли те самые 50 долларов Ну, типа того, да Я кричала гостям, снимите меня Нет, я благополучно сошла Как бы с пилона, как профессионал Но песня убежала И элемент затянулся Давайте мы сделаем снова небольшой перерыв У нас, кстати, есть уже вот Нутри максимально приближенные к истине Три правильных ответа Совсем рядом уже Один совсем прям вот совсем рядом И два других тоже так вот Мы, я думаю, что победителя объявим Объявим очень скоро И они получат свои призы Я тоже думаю так Давайте сейчас послушаем Ханну И вернемся в студию уже С объявлением наших победителей Узнаем, кому же достанутся сертификаты В женский клуб Варде Доброе утро! Доброе утро! У нас в гостях сегодня чемпионка мира по полдэнсу Девушка, которая популяризует этот вид спорта в нашей стране И благодаря тебе сегодня уже танцевать на шесте На пилоне, правильно? На пилоне, конечно Можно и шестер, на пилон Можно, да, все-таки? Можно и рура, можно и труба Рура еще называется? Да, рура И труба тоже Ну, труба это так, да? Да, да Это сленговое название Мне пилон, конечно, нравится Пилон, вот оно легкое Слушай, ну мы тебя ловим на слой И в следующий раз Прихожу с пилоном Да, да, да Это в обязательно порядке Учим Влада, учим Юлю Ну, в общем, прям крутимся здесь А вдвоем можно сразу вот на одном? Можно, конечно Парные выступления Конечно, есть даже парные, да Есть соревнования, и участвуют парные Влад, дай пятюню Смешанные парни Слушай, сколько мы сегодня нового для тебя открыли вообще в жизни Реально Давайте подведем итоги Давайте Я же за ним внимательно следил Смотрите, давайте начнем с максимально близкой даты, которую написали нам Написала Резида, это 30 марта 30 марта? Чудесно Да, на самом деле мы уже можем сказать правильный ответ Да, на самом деле я вышла замуж 27 марта Очень хотела 1 апреля, но не получилось, был понедельник ЗАГС был, да, как бы закрыт? Да, когда мы подавали заявление, нам говорят Ну, вы знаете, как бы это хорошо, но это понедельник Мы говорим, ничего страшного, нам подходит и понедельник Да, но мы не совсем работаем ЗАГС не работает, да, поэтому это было 27 марта Значит, смотри, Резида, номер, который заканчивается на 97.02 Далее максимально близко, кто подошел к правильному ответу Сейчас скажу, подождите секундочку Резида, мы вас поздравляем, сертификат женский клуб Варды отправляется вам Также мы поздравляем Анастасию, которая написала 11 марта Ближе тоже никто не подошел, мы месяц точно угадали совершенно Анастасия, мы вас поздравляем, выбирайте подружку, с которой пойдете учиться, крутиться на эпилоне Можно с мамой И смотрите, что круто, сегодня все девушки у нас победители Ни одного мужика Что неудивительно Я говорю, что у меня аудитория исключительно женская Ну и, наконец, Вера, она написала 9 марта Ну, тоже рядом, ближе вот из этих троих одежды никто не подошел Вера, мы вас тоже поздравляем У нас сегодня что получается? Резида, Вера и Анастасия И Анастасия, да Все, девчонки, приходите в царство В царство чего? Как бы ты охарактеризовала свое королевство? Мы называем наш клуб «Садик для женщин» Садик для женщин Да, у нас есть, кстати, свой журнал, кроме того, что мы занимаемся танцами Почему мы называемся клубом? У нас есть свой бренд одежды То есть мы делаем женщину красивой и сексуальной Не только посредством танца, но и посредством красивой одежды Ты же купальники придумываешь, да? Да Скажи, пожалуйста, в этом сезоне, вот теперь уже как дизайнер Без какого купальника мне на море просто вот можно даже не появляться? Я делю купальники на купальники и загоральники Если цель стоит получить равномерный загар То это должен быть купальник с минимальным количеством ткани, полосочек Если вы планируете сделать красивую фотосессию То вам точно не обойтись без купальника в ретро-стиле А если я красивого мужчину планирую взять с собой на море? Вот без какого мне купальника? Юлька, тут полосочки Тогда вам вообще не нужен купальник Хоть для меня это не очень выгодно Вот он, настоящая бизнес-вумен с душой Не выгодно, но все по-честному Все по-честному, да А что там была за история знаменитая, когда ты подарила свой купальник Ким Кардашьян? Да, это была такая история, моя молниеносная реакция Я узнала о том, что Ким Кардашьян прилетает в Ереван Они как раз снимали одну из серий в реалити И так как я армянка и в Ереване тоже бываю очень часто Я решила, почему бы мне не приехать тоже в Ереван в этот период И почему бы не сделать ей подарок Мы как раз тогда запустили детскую линию купальников Мини-копии купальников для детей И у нее дочка, я как бы подумала, почему бы и нет Позвонила организаторам, так как я очень многих знаю в Армении Говорю, я хочу вот сделать купальник для нее и дочери А мужа почему? Для мужа не пошила почему? А я только для женщин делаю одежду И организаторы сказали, ты только обязательно сделай еще подарок для сестры Потому что сестра обидится Я говорю, ну да, все логично Мы сделали купальник для Хлои Кардашьян и Ким Кардашьян Я заморочилась с упаковкой, сделала очень красивую упаковку И самое главное, что сыграло ключевую роль Я сделала иллюстрацию, открытку с иллюстрацией На которой была нарисована Ким с ребенком на руках в нашем купальнике И такую же иллюстрацию для Хлои Именно это привлекло внимание Потому что такое количество подарков им было преподнесено в этот визит Что им пришлось арендовать один этаж Мариотта Гостиницы, да, чтобы вот как бы расположить Дары принимать Да, то есть люди дарили земли в Армении, понимаете? То есть там как бы с купальником протиснуться было непросто И вот как бы девичья такая натура сыграла роль Понравилась эта картинка Далее уже открыли коробку И когда они примерили купальник На следующий день мне звонят организаторы Нужны еще купальники Я говорю, как? Где? У меня нет больше купальников Мне нужны срочно делать что хочешь Ким хочет еще Да, да, и у меня смена в Москве осталась в ночную работать Шить купальники Да ладно, она все это забрала в Америку Да, да, более того Конечно же мы не дождались поста в Инстаграм с отметкой варда.тм Вот, но я в принципе на это не рассчитывала Для меня было комплиментом то, что ей понравилось И таким, знаете, знаком того, что я делаю что-то красивое и что-то правильное Наверняка же заносила до дырки Надо ей новое отправлять Сто процентов Но подтверждение тому, что купальники долетели до Америки Было, когда вышла серия Как бы на одной из серий на холодильнике У Хлои Кардашин дома висит открыточка И ты заметила Ты вот прям узнала его Да, да, не я узнала, а подписчики мои Потому что я не следила Слушай, ну это самый лучший фидбэк, который можно было получить Это реально было приятно Я понимаю, что в Америке на холодильнике у Хлои Кардашин висит Слушайте, у нас так внезапно прилетело время Вообще очень быстро Мы бы еще с тобой болтали и болтали Спасибо тебе огромное, что пришла к нам в гости Давай напомню, что с 8 по 10 ноября В Сокольниках СНПРО Ты там участвуешь Да, я всех жду на этой выставке Можете просто прийти полюбоваться Если вы смелые, можете прийти поучаствовать в мастер-классе Получить бесплатно наш журнал Примерить наши купальники Спасибо тебе большое Спасибо тебе огромное Было круто Следующий раз с пилоном, пожалуйста Мы уже ждем И, кстати, это возможность прийти и мужчинам тоже Попасть в наш клуб, скажем так, кусочек нашего клуба Ты понял, Кутузов? Я попробую Ты подумай Все, друзья, пока, до завтра Первый и единственный в России Самый яркий Самый музыкальный Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну